Я знаю Любовь на свете лишь одна И есть ее одну всю жизнь ищу я И как бы ни был труден путь Найду ее когда-нибудь И сердце возрекую Аллилуйя 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 Чтоб жить одной любовью Аллилуйя 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 Добрый вечер, дорогие друзья, приветствую всех на странице послания пробуждающемуся человечеству в этот вечер вторника, а во вторник мы всегда говорим о насущном, о новых текстах Буквально две минуты для настроя Она остается, я иду Не важно где в твою могу Я снова повторяю Аллилуйя Какая-то Аллилуйя 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 Еще раз приветствую вас на странице послания пробуждающемуся человечеству Меня зовут Елена Новосвид И сегодня мы будем говорить о том, что происходит в нашем мире, но не только Сегодня я бы хотела, чтобы мы не просто помечтали, а уже сделали бы так, чтобы наши мечты разрезали пространство То есть становились мечом мечты Мы становились мечом и пролагали дорогу светлому будущему Сейчас я прочитаю вам ответы тех людей, которые заглянули в будущее В то будущее, которое видится, открывается им И давайте вначале помечтаем, а после послушаем текст учителя Но я думаю, что у многих из нас есть такое ощущение, что мечтание это какое-то пустое занятие Это пустое дело, какой смысл мечтать Все равно это не приводит никаким результатом, могут думать отдельные люди Но еще раз говорю, мечты Мечты Мы становимся теми, кто открывает дорогу при помощи наших сильных мыслей, мыслеформ, дорогу будущему Вот сейчас я прочитаю вам, что же написала Наталья Ее видение Прочитаю вам, а вы попробуйте просто закрыть глаза без всякого осуждения, критики Без рационального и мудрствующего ума просто послушать в таком медитативном состоянии Наталья пишет Проводя медитацию о будущем Земли и видя этот прекрасный образ, я всегда вспоминала прошлое Как было раньше, этот идеальный период времени, когда все было так правильно, так, как Создатель желал Но в этот раз я поняла, что это не прошлое я вижу, которое есть примером, что это будущее Что я нахожусь на светлой поляне, с залитой солнцем Спокойствие и умиротворение Земля очищена от негативных энергий И на этой поляне группа людей И среди нас учитель И мы вспоминаем эту теперешнюю жизнь и нашу И все трудности Теперешнюю жизнь нашу И все трудности, как прошлое Вспоминаем, как проходили этот путь И мы победили Мы достигли совместными усилиями Мы там, в будущем Когда я это читала, я вспомнила, что мне однажды приснился такой сон Что мой отец просит о помощи И вот он показывал мне на поляну На светлую поляну, залитую солнцем И там вот в каком-то спокойствии, умиротворении В каком-то прекрасном состоянии Сидели некие существа, будем так говорить И он показывал мне на них и говорил Помоги мне перейти к ним Помоги мне достичь другого берега И я сделала все возможное, чтобы изо всех сил толкнуть его туда Но перейти через реку За рекой это было Ну, это условно все это Образно Я не могла Поэтому я сделала все возможное Чтобы дать ему такой толчок, импульс Чтобы он пошел туда И вот очень похоже на то О чем описала Наталья Да, и там видела я некое существо Которое... Кто стоял в центре И вот сейчас хотела прочитать Что же написала участница под именем Земля на английском языке Настолько для меня сложно это выговорить Что я уже скажу Так, просто Просто земля И вот видение Ее видение светлого будущего Человек, осознав себя свободным, понял Что его возможности развития безграничны Свет, любовь, вера входят в каждую душу и сердце Вера в единого Бога Творца Саваофа Бога любви Вера в свои способности, умения, возможности Все эти способности и возможности человек принимает как дары Божьи При этом каждый человек понимает Что праведная жизнь, соблюдение космических законов и заповедей Есть главные условия для активизации программы Вы – Боги Каждый человек работает по этой программе Раскрывая в себе весь заложенный потенциал на развитие Используя его только во благо всего сущего Человек становится ответственным За все свои мысли, слова, действия Человек становится осознанным Стремящимся ко всему новому К новым знаниям и умениям Человек понимает, как важна связь с его небесным родителем, создателем Люди работают во всех направлениях Меняется взгляд на жизненную цель Создаются объединения во всех сферах жизни Решаются вопросы гармоничного сосуществования человека и природы Вопросы правильного и этичного питания Вопросы социального и экономического развития По всем направлениям работают люди творческие Ученые, имеющие полные знания во многих областях науки Здесь основным принципом работы является принцип Во благо всего сущего на Земле и в космосе Представители Земли принимают участие в работе Многих космических советов и центрах Человечество принимает на планете Земля Представителей светлых миров космоса Изучаются их наработки в социальном, научном и других направлениях Самые приемлемые наработки берутся для развития нашей планеты Человечество и планета Земля едины со Вселенной, с Творцом Особенно хочу спроецировать школы будущего Школа будущего будет построена на совершенно новых принципах Принципах любви, всестороннего развития каждой личности Свободы выбора в направлении обучения Нет ни отметок, ни строгих рамок Ребенок обучается в том направлении, где комфортно и интересно Я думаю, что будут определенные предметы, обязательные для обучения Как закладывающие фундамент в знаниях и развитии каждого Но мечтается, чтобы каждый ребенок изучал их по мере своих сил и возможностей Чтобы все его поддерживали и направляли с любовью к этим знаниям Дети будут медитировать на свежем воздухе Многие занятия будут проходить в лоне природы Чтобы каждый ребенок был неразрывно связан с Матерью Землей и Отцом Небесным Здесь будут происходить диалоги детей с Учителем и Отцом Небесным И это так прекрасно Дети любимы, почитаемы всеми Они свет этому миру Взрослые также могут иногда возвращаться в школу Если нужны новые знания Или нужно возобновить ранее изученное в новом направлении работы Каждый человек сможет иметь несколько профессий Ведь так интересно себя попробовать в чем-то новом Быть полезным для общества Он изучает профессии Ищет свое предназначение, применение своих дарований Во благо всех живущих на планете Во благо всего сущего Медицины как таковой нет Человек правильно питается Работает со своим телом и энергоструктурой И он всегда здоров Пусть здесь вместо медицины будут прекрасные места отдыха И центры личностного развития по многим направлениям В конечном итоге человек изменяется настолько Что он своей созидательной силой Мыслю будет менять пространство Пространство вокруг будет живым Увеличится сила воплощения задуманного И все живущие на планете Земля будут ощущать блаженство Любовь, мир, покой Да будет наш мир соткан из любви И да будет мир наш обновлен в свете и любви Прекрасное, светлое будущее Мы ждем тебя Приближаем всем сердце Виктор Из послания Нам необходима связка утверждения Предлагаю в качестве волнорезов использовать следующие утверждения Свет, солнце, луч солнца, мир, голубь мира, дружба, группа людей, образующих круг Взявшись за руки Любовь, мать с ребенком на руках Гармония, цветущий сад Поляна цветов Реальная проекция света будущего Земли Да, тут еще очень интересные далее ответы Ну вот здесь есть предложение Натальи Наталья пишет, что Думаю, было бы хорошо нам все вместе в определенное время провести медитацию Мне тоже близок образ, как мы все участники Держимся за руки Символизируя объединение Излучаем свет, веру, любовь этому миру Силы света, учитель и отец небесный с нами Поэтому, друзья, после сообщения Натальи Мы приняли решение, чтобы каждый день В 8 часов утра и в 9 часов вечера Проводить медитацию, визуализацию светлых образов будущего И приглашаем всех, кто желает присоединяться к нашей медитации Визуализации призыва светлого будущего И вот что пишет Михаил Поскольку разрушительные волны направлены в первую очередь На нравственные основы человека и общества Им можно успешно противостоять Осознавая суть утверждений Я есмь дух Я есмь свет Я и отец одно Мои образы и утверждения На фоне гигантской фигуры Архистратига Михаила Небольшая подобная ему фигурка Которую отождествляю с собой Фигурка исчезает за ярким световым пятном И луч идет от светового пятна к солнцу и далее к Творцу Точкой опоры для нашего мира я вижу Любовь Творца С образом будущего Земли в виде реальной проекции света Думаю, лучше справятся визионеры Я же хорошо ощущаю чувственную атмосферу жизни на обновленной Земле Атмосферу всеобщей безусловной любви Доброжелательности между всеми живыми существами Человечество будет переходить к праноедению А животные к растительной пище Доступные для землян законы космоса Будут соблюдаться неукоснительно В такой обстановке все действия людей будут приводить к благим результатам А оптимизировать пути их достижения можно будет Благодаря непосредственному общению людей с Творцом Вот что пишет Роман Берег океана Непрерывно и безудержно накатывают волны Океан неспокоен и агрессивен Поднимается большая волна Можно ли создать противовес этой мощной силе? Да, можно Образ океана не случайен Стихия воды является сильным информационным проводником И очень точно отображает все те информационные процессы, которые происходят на планете Да и все человечество является частью этого океана Ведь организм человека в среднем на 60% состоит из воды Из науки о фракталах мы знаем, что каждая малая часть фрактала повторяет большую Также изменение какой-то малой части приведет к изменению всего фрактала И каждая капля океана есть тем же фракталом И соответственно несет информацию обо всем океане Как и каждый человек Из этого следует, что каждый человек, являющийся малым фракталом, может изменить весь океан Человечество является тем же океаном Единым организмом, коллективным сознанием И через образы утверждения мы можем изменить информационную составляющую океана Человек есть свет Ибо он сотворен в любви и радости по образу и подобию Творца Человек сверхсложная информационно-энергетическая система Неотъемлемая часть планетарной вселенской информационно-энергетической систем Каждый человек имеет свою индивидуальную программу развития И никто посторонний не имеет права вторгаться в нее с целью изменения первичной матрицы И с целью манипуляции сознанием Каждый человек, равно как и все живое на планете Имеет право на жизнь И никому не позволено лишать этой жизни Жизнь каждого живого индивидуума Наибольшая ценность на планете Продолжение обеспечения и защита жизни Наиболее глобальная и важная задача И цель каждого живого субъекта Часть его программы духовного развития Мирное сосуществование всех живых видов Защита флоры и фауны Очищение планеты от загрязнений Первоочередная задача Миру свет Любовь, радость, красоту и счастье Вот что пишет Алура Благодарю учителя Елены Это важно определить Ну тут отрывок из текста Это важно определите перспективы будущего развития во многих направлениях Не сковывайте себя утверждениями, что может быть, а чего не может быть Еще раз повторю, даже самые смелые мысли могут воплотиться Если увидеть их развитие в разных перспективах и направлениях Мои образы и утверждения, пишет Алура Мир на пороге изменений Светлые души, определившись в направлении своего пути Пролагают дорогу в золотой век Они идут по пути любви, милосердия и принятия друг друга в единую духовную семью Они приближают светлое будущее, в котором каждое живое существо имеет равные права на жизнь Где главным является устремление к развитию лучших качеств, заложенных в нас творцом любви И наступает время процветания, радости и благоговейного почитания жизни и ее источника Наступает эра уважения и гармонии во всех сферах жизни людей На первое место выходит духовность в истинном ее проявлении И через восстановленную связь с духовным миром, с Богом любви Люди Земли преображают все в этом мире Экологические, социальные, экономические проблемы Разрешаются через активную работу ученых и социальных деятелей Главным принципом жизни которых теперь является нравственность и любовь к планете Земля и всем ее обитателям Здравоохранение переходит с рельсов зарабатывания денег на рельсы раскрытия потенциала тела человека и оздоровления себя Теперь доктора поощряются за рост количества здоровых людей Во голове стран стоят люди, соблюдающие космические законы И осознающие изначальный замысел Творца для планеты Земля и всех ее жителей Сознание людей возвысилось и очистилось от иллюзорного разделения, основанного на ментальных шаблонах И теперь люди ощущают истину сердцем И разум их чист и добр Старые убеждения относительно превосходства одного учения над другим ушли И люди смотрят друг на друга чистым взором Люди понимают ценность другого человека так же, как и свою ценность В лице Бога все любимы и ценные И если кто и стоит выше на эволюционной ступени развития То лишь потому, что имеет больше знаний и любви И может оказать больше помощи тем, кто в ней нуждается Люди становятся образованными в понимании своих эмоций, чувств, энергетических проявлений Они понимают, как происходит настройка жизненной системы на гармоничный и здоровый лад И способны восстанавливать свое физическое тело и энергетическое Наполнение светом и соединение с духовным миром через пробуждение духа Каждого человека позволяет Творцу передавать информацию живущим на земле И координировать эволюционные процессы на земле наилучшим образом Подсознание очищено от программы разрушения И борьба за существование осталась в прошлом В нем более нет противоборства и внутренней борьбы Люди свободно выражают себя И это обогащает мир радостью и жизни утверждающими образом Мы находимся в принятии и полном понимании своей роли в этой жизни Программа Творца любви Саваофа вступила в реализацию И люди осознают, какой подарок человечеству передал учитель Через послание пробуждающемуся человечеству и проект восхождения Проект работает, и его работники уважаемы в обществе И признаны работниками света во благо человечества и Вселенной Дети Земли видят светлое будущее Полны радости и благодарности Творцу За существование планеты Земля И за возможность воплотиться на ней в полной мере Ощутить весь грандиозный замысел Саваофа Земля является планетой Людей доброй воли, любимой дочерью Творца Теперь это прибежище высоких духов с чистой совестью и добрым сердцем Планета радости и благоденствия, духовная планета Утверждение Я есмь дух Я люблю Я люблю жизнь В этом утверждении, сказанном от души, от сердца, создается невидимая связь с Творцом, изливающим свою любовь Бог живет в моем сердце И его любовь безусловна и высока Я продолжение его любви Моя сила и воля основаны на любви к нему И ко всему им сотворенному Я ощущаю единство с миром Очень нравится образ Вознесенного Христа Он дает огромную силу Вот Последний ответ Аквариуса, который прочитаю я Но если интересно, мне бы очень хотела продолжить И никого здесь не ущемить Прочитать ответы всех тех, кто написали И вот что пишет Аквариус Написались вот такие утверждения Частью от себя, но большей частью из манифеста людей доброй воли учителя Хочется поделиться со всеми Мы, люди доброй воли планеты Земля Дети света Утверждаем права нашего Отца Творца любви Саваофа На планету Земля И свое право свободного и гармоничного жизни осуществления Здесь, по высшим законам космоса В единстве и равных правах со всем сосуществующим на планете Мы утверждаем эту планету пространством Энергии Творца Саваофа Обителю света Восстановившей изначальную программу своего развития И свободной от всех захватчиков Всех вирусов И всех энергий, сковывавших сознание и волю людей Мы устанавливаем световое поле защиты для Земли и всех людей доброй воли на всех территориях нашей планеты И призываем их к объединению с нами на уровне души, по мысли И этим мы создаем единое поле взаимодействия всех светлых душ планеты Мы есть форпост сил света и держатели канала новых энергий Мы осознаем свою роль и значение всех преобразований Ибо мы пришли сюда с высокой целью И вместе мы восстанавливаем основы света в этом мире Вместе мы становимся свидетелями великого чуда преображения и восстановления истинных знаний на Земле Мы принимаем свет в свою жизнь Мы деятельные работники-проводники света И мы верим, что наши усилия не напрасны Что свет сильнее тьмы Верим, что изменения нужны и важны Что гармония есть результат общих усилий Общей деятельности всех, кто выявил эту позицию Снова мир засияет тем первозданным светом Что будет проявлен через общие усилия всех светлых душ Мир будет очищен И наша роль в этом процессе очевидна Мы знаем, чувствуем и видим, что основы света на Земле восстанавливаются И да будет мир и свет И да восстановится истинное предназначение всего сущего в этом мире Да будет так Да будут восстановлены на Земле законы величайшего присутствия Люди Земли осуществляют свободное и гармоничное жизнеосуществление Согласно закону гармонии и высшим законам космоса В единстве и равных правах со всем сосуществующим на планете Да будет мир, сотканный из любви Планета есть пространство Преобладание энергии творца любви Саваофа Обитель света Восстановившая изначальную программу своего развития И свободное от всех захватчиков вирусов и всех энергий сковывающих сознание и волю людей Энергии любви творят пространство Закон любви соблюдается всеми живущими Женские и мужские энергии приходят к гармоничному взаимодействию Способствующему максимальному раскрытию своих лучших качеств в людях Того идеального образа, заложенного в них творцом И да будут мир и свет Мир царит в мире Мир безопасен для всех живых существ И мы есть свет И вместе мы сила Установлено световое поле защиты Земли И создано единое поле взаимодействия по мысли всех светлых душ планеты Такое объединение светлых душ позволяет быстро реагировать в важных ситуациях Создавая общий призыв к силам света Действенные мыслеформы и коллективную защиту Мы, равноправные жители галактики и вселенной Земля и человечество получили право голоса И представительство в составе галактических советов И полноправно участвуют в жизни космоса Наравне с другими высокоразвитыми и духовными цивилизациями Видение мира энергий, телепатии, общения с Творцом И другими мирами по мысли Или посещение их в тонком теле А также другие способности тонкого плана Являются нормой Они поощряются и развиваются с детских лет На Земле воплощаются лишь духи и души Из высших сфер В космосе считается почетным Воплотиться на планете Земля Энергии пространства достигли такого уровня Что даже учитель может присутствовать здесь в теле Хотела на этом остановиться Но все-таки я вот Еще есть два очень интересных Коротких Вот одно очень короткое Мне хочется здесь еще Наверное ответов более 10 Но я хочу вот все-таки последние два Мне казалось, что вот уже сейчас можно было закончить Но нет Вот хочу, чтобы вот человек, который первый раз такое написал Все-таки поощрить очень его И прочитать то, что он написал Жан Он Мы, деятельные работники, проводники света Пришедшие на Землю с многих миров Вселенной И с многих ее времен Силою, что дана нам Творцом Вызываем из прошлого и будущего Все наши воплощения И даем каждому помощников из первого мира Земли Создавая кристально-кремниевые Трехсотметровые древо радости и силы Силы и радости Творца Любви Эти волнорезы на всех берегах океанов и морей В каждом из которых горит солнце И льется негасимый свет любви Нашего Творца Саваофа Силою мысли наших возможностей Бога-человеков Мы создаем сотни и тысячи дубликатов помощников Которые озаряют Землю И держат ее твердь с помощью воли Отца нашего И наших желаний светлого мира Золотого века И духовных миров и сил Вселенной И вот последний уже все Это уже точно, друзья, последний ответ И еще романа Это важно Определить перспективы будущего Будущее Оно какими-то незримыми флюидами Притягивает и манит к себе Наверное, потому что в нашем представлении Оно всегда лучшее, чем настоящее Все наши мечтания, представления, устремления и желания Неразрывно связаны с ним Мечтательно прикрыв глаза Замиранием сердца Мы улетаем куда-то ввысь И легкий вихрь с невероятной скоростью Уносит все выше и выше К тому, что мы себе представили В будущем не будет войн Разум И люди поймут, что гонка вооружений Бесперспективна Что большое количество смертоносного оружия Неминуемо приведет к необратимым последствиям на планете К уничтожению атмосферы Бедствиям и великому горю И усилия будут направлены в иную сторону На защиту Защиту экологии планеты На обеспечение благосостояния людей Здравоохранение, образование, культуру Творческие проекты разовьют у людей Чувство красоты и тягу к эстетике во всем Будут развиваться архитектура, искусство, ландшафтный дизайн Повсюду большие парки и сады Красивые, ухоженные деревья, растения, камни И минералы в витиеватых узорах Станут их украшением Пение птиц, журчание ручья Шелест листьев деревьев Все сливается в гармоничную мелодию Люди доверительно общаются И делятся своими планами Чувствуется глубокое уважение и почтительность Они научились и настраиваться друг с другом И входить в резонанс И это помогает им ощутить особое единство Управление общиной осуществляется духовным советом Войти туда могут только прошедшие путь духовного совершенствования И прошедшие посвящения Основой управления являются космические законы И вера в единого Бога Творца Главным принципом жизни является нравственность и любовь Жизнь на планете возведена в статус священной И неприкасаемой Посягание на жизнь недопустимо Утраченные пары ДНК С помощью световых солнечных кодов Собраны и активированы Активировано также и световое тело человека Восстановлена связь человека со своим духом Смерти нет Люди научились поддерживать свое тело в активном состоянии И осуществлять переход в иное измерение осознанно Также они в состоянии регенерировать утраченные органы и части тела И также воскрешать вне временно ушедших с их согласия Люди могут управлять временем и пространством Перемещаться по временным порталам Указывая их коды и координаты Дальше Роман пишет Дорогой учитель Прости меня, пожалуйста, за такие смелые мечтания Очень хотелось бы увидеть такое будущее Искренне благодарю тебя за доброту, терпение и понимание Дальше здесь, конечно, еще очень много интересного Но я должна перейти к тексту И вот с этого момента я продолжу в следующий раз Потому что там есть еще много интересного Чем хотела бы я поделиться с вами А сейчас я перейду к новому тексту И, конечно, я понимаю, что понятен будет только тем Кто читал предыдущие или слушал предыдущие тексты И кто выполнял определенную работу Это продолжение, это прояснение того, о чем говорилось ранее Итак, я читаю новый текст Сегодня мы сможем подвести некий итог Или выявить результаты Результаты нашей общей работы И первое, что должен отметить я Возросший уровень понимания Но окончательный результат не выявлен Вы верно заметили, что ныне я не являюсь жителем земли И потому не имею права высказывать То есть навязывать вам свою волю В процессе формирования общей мысли Общего движения мысли в направлении будущего Это могут сделать лишь жители земли Выявить свою общую волю Свои слаженные позиции Формирование общего образа Или проекции нового мира земли Для того, чтобы в создавшийся трудный момент Вытянуть планету и всех живущих Как говорю я образно На новую колею бытия Необходима общая направленность мыслей В этом направлении Или создание общего образа Который будет расшифрован На уровне мысли формы Как говорил я ранее Как прошение о помощи Ныне вы моделируете новый мир Будущее земли Ныне вы в активной фазе понимания Того, к чему я веду Или лучше сказать Подвожу вас Вы и только вы По праву рождения В нынешнем моменте времени На этой планете Имеете право решающего голоса Ибо вы Непосредственные участники событий И потому И подобно тому Как голосующий За определенного кандидата Имеет право лично Высказать свою волю Так и вы Имеете право просить Лучшие участи И качественных изменений В своем мире Мир на пороге изменений Но колебания маятника Таковы Что он может быстро И резко качнуться В другую сторону Что произойдет в таком случае? Если вы сумеете быстро И точно образовать Ментальную стену Из ваших проекций Движение Движение в сторону Разрушения Будет остановлено За счет чего? За счет ваших утверждений Это ментальная стена И образов В них сила Творческого тандема Муладхары и Аджны Что это за тандем? Это соединение По ключевым словам Которые Отворяют Тайные засовы Какие? А вот в этом Вы и должны Разобраться Сами Ибо это будет Уже служить Основанием И крепким Фундаментом Для построения Нового здания Нового мира Ваша задача Возвести стену И закрыть Старый мир В его пределах В замкнутом пространстве Он не сможет Долго существовать Изолировано В таком пространстве Энергии будут Постепенно сжиматься То есть мы Говоря условно Берем их В кольцо Я говорю уже Не об отдельно взятой практике А о реальной работе Которую необходимо Начинать проводить Уже сейчас Пространство Должно быть подготовлено Все создаваемые Мыслью Образы Должны найти Свою Условно говоря Нишу Для Разворачивания Или Вращения Даже малая Группа людей Способна Это сделать Зная точную Последовательность Действий Законы Мира Энергий И главное Попадая В ритм То есть Производя Синхронизацию Ювелирного Уровня В такой работе Важен Уровень Энергий Который Должен достичь Желаемого Желаемого Показателя Или Значения И безусловно Что при такой работе Важна Техника Безопасности Важна Защита И четкая Последовательность Действий Сейчас Необходимо Активировать Свою Возможность Построение Образов Желаемых Образов Будущего В своем Внутреннем Виртуальном Пространстве Что это Означает Прежде всего То Что вам Дана Или Подарена Возможность Пластичной Работы С энергиями Вы потому И входите В программу Вы Боги Именно По этой Уникальной Возможности Позволяющей Вам Развивать Свою Мысль Составляя Визуальный Энергетический Объект Желаемого И Эта Способность Созидающая Эта Способность Дает Возможность Общения И Понимания Нами Друг Друга Мы Понимаем Вас Вы Нас Ибо Вас В вашем Активированном Мозге Есть Та Область Тот Дешифратор Которые Способны Прояснять Выявляя Нужные Аналоги До Уровня Полного Приятия И И Человек Сотворен С Этой У большинства Пока Скрытой Латентной Способностью Понимать Мысли Духовных Существ Мы Способны Считывать Мысли И Выявлять В них Посылы В этом И заключено Наше Единство Те, кто Ныне Дискредитирует Восстанавливаемую Программу Вы Боги По сути Исполняют Заказ Противоположной Стороны Которая Хочет Которая Хочет Связать Слова Аналоги С разрушением И смертью И потому Надо Твердо Осознавать И понимать Что Ныне Идет Одно Из самых Мощных Противостояний На планете И в таком Случае Не исключены Отчаянные Действия И все Возможные Попытки Привлечь Часть Неопределившихся Душ К процессу Активного Противостояния Сообщения О происходящем На уровне Мира Энергии Постоянно Меняются И вы Находитесь В этот Момент На планете Наша задача Максимально Уберечь Вас От Разрушающих Потоков Но Часто Удержать Эту силу Не Предоставляется Возможным Выход Энергии Происходит Как Взрыв И Ввысь Несется Вихрь Который Способен Принести Разрушение В такой Поток Могут Попасть И люди В таком Случае Судьба Их Будет Незавидной В таком Случае Они Могут Стать Подобно Губке Впитывающими Эту Грубую Силу И Послетворящими Зло Все Это Вершится В тех Слоях Которые В большей Степени Закрыты От Вмешательства Извне Но Открыты Для Образующихся На этом Уровне Вихрей И Воронок Я говорю Возможно Трудно Понимаемые Слова Но Я Передаю Их Максимально Просто И При Желании Можно Понять Или Выявить Суть Сказанного Теперь О главном Есть Работа Которую Могут Совершить Лишь Живущие На Планете Она Состоит В выявлении Своей Силы Исключительно Для Отдачи В тот Слой В котором Формируются Проекции Будущего Именно Там Формируются Образы Будущего И Эти Образы Связаны Неразрывной Нитью С Прошлым С тем Что Уже Совершилось Накладываются Ли Созданные Проекции Или Образы На Происшедшие События Да Накладываются Накладываются Лишь В случае Совмещения Или Реализации Задуманного Если же Этого Совмещения Не Произошло То Образ Остается Жить В своем Слое Проявления До Момента Воплощения Это Целая Теория Которую Необходимо Знать До Выполнения Работы Итак Мы Можем Начать Новый Этап Подготовки Который Я Назову Этапом Совмещения Я буду Давать Задания Которые Необходимо Будет Выполнять Учитывая Все Пожелания В нынешнем Моменте Для тех Кто готов К работе Я Вожу Закон Дисциплины И да Будет Так 18.05.2021 Года Учитель Христос Я думаю Что я сегодня Очень много Говорила И наверное Наверное Переутомила Многих Из вас И После этого Текста Я Не считаю Нужным Что-либо Говорить Надеюсь Что есть Что есть Те Кому Будет Интересно И важно Его Обдумать Поэтому Благодарю Всех Кто Присоединился Благодарю Тех Кто Понимает Благодарю Тех Кто Работает И Благодарю Тех Кто Понимает Что только Вместе Мы можем Много Изменить В этом Мире До новых Встреч Дорогие Друзья Дорогие И Я